Льготную ипотеку продлили в России до середины лета 2024 года и многие покупатели на рынке недвижимости сразу впали в уныние, типа мол цены теперь не упадут. Хочу поделиться с вами своим мнением, почему на мой взгляд цены все же продолжат свою тенденцию к снижению. Я поделюсь с вами своими мыслями по поводу состояния ипотеки в 2022 году и чего нам ждать в 2023 году, расскажу какая ситуация на рынке недвижимости Петербурга складывается в конце 2022 года с прогнозами на 2023 год. И меня просили рассказать по поводу индекса Роберта Шиллера, отношение цены к рентным платежам, насколько она реально адекватна и можно ли по ней судить, куда должны двинуться цены. Итак, начну с состояния ипотечного рынка, конкретно будем говорить о Петербурге и немножко по России. Как известно, с февраля 2024 года все пошло не так. Банкам нужно было срочно искать новые пути вдохновения для ипотечников. Застройщики также находились в ауте, в результате чего родилась идея предлагать людям так называемые субсидированные ипотеки под 0,1,1 и под 1%. И если мы посмотрим на статистику, которую публикуют сами банки, то мы увидим, что начиная с мая-июня 2022 года количество выдаваемых ипотек банками начало увеличиваться. Но, если мы глубже рассмотрим в процентном соотношении по состоянию, что же выдавалось на рынке ипотеки для покупки первички, мы увидим, что почти 60% выдаваемой ипотеки это так называемая субсидированная ипотека под условно 0,1%. И лишь оставшиеся 40% это льготные ипотеки, которые являются у нас на сегодняшний день семейными под 5-6% годовых и так называемая льготная ипотека, которую хотели отменить, а потом продлили, льготная ипотека под 7%. Соответственно, мы видим, что если бы не было этой субсидированной ипотеки, то рынок новостроек лег бы насмерть, потому что ни семейная ипотека, ни льготная ипотека под 7% уже не были востребованы рынком. Более того, в октябре-ноябре, я думаю в декабре 2022 года, непосредственно в Москве и Петербурге спрос на первичном рынке начал снижаться, причем достаточно резко и заметно. И я хочу вам напомнить, и это при том, что действует семейная ипотека, льготная ипотека под 7% и даже субсидированная ипотека под 1,10%. То есть, людей уже не вдохновляют такие дешевые деньги для покупки первички. Спрос все равно падает. Отсюда можно задаться нормальным вопросом. И что? Вот продление льготной ипотеки до середины июня 2024 года под 8% годовых реально может спасти рынок? Вот в Москве и Петербурге почему-то рынок не спасается. В Москве мы видим не только акции, но и реальное падение цен. В Петербурге в первую очередь мы видим только акции от застройщиков, но это такие серьезные акции, которые в принципе сравнимы с снижением стоимости. Ну, допустим, купи квартиру, паркинг в подарок. А паркинг, между прочим, в Петербурге стоит в среднем 700 тысяч-миллион рублей. То есть, при покупке квартиры в 10 миллионов рублей, паркинг в подарок за миллион – это снижение цены на 10%. Ну и так далее всевозможные акции, которые присутствуют на сегодняшний день. Соответственно, в Москве мы видим даже снижение реальных цен. И в Петербурге, кстати, тоже цены на первичку, начиная с сентября 2022 года, в среднем по рынку снизились примерно на 2-4%. Многие скажут, ой, елки-палки, всего 2-4%. Да, 2-4%, но это немало. Это немало для сегодняшнего состояния рынка новостроек, жилья. Потому что застройщики, как мы видим, борются. Они борются за покупателя вместе с банками, потому что на сегодняшний день банк и застройщик – это одно единое целое. Они вместе заинтересованы в том, чтобы продолжались продажи. И они хотят, чтобы эти продажи продолжались даже сегодня. Почему банки и застройщики не пытаются снижать цены так быстро, а пытаются выгрести весь спрос? Потому что они надеются, что то аховое состояние спроса на первичку, которое они испытывают на сегодняшний день, долго не продлится. Они надеются, что в каком-то обозримом будущем спрос вернется, и таким образом они смогут на сегодняшний день как-то перекрутиться. Но перекрутиться, в общем-то, особо не получается. Конечно, существуют регионы в Российской Федерации, где мы знаем, и вы видите по моим публикациям, по моим перекличкам риэлторов из регионов, что существует в определенном смысле повышенный спрос на новостройки в таких регионах, как, допустим, Сочи. Но это объяснимый параметр. В Сочи практически ничего не строится. А некоторые люди до сих пор предполагают там покупать недвижимость. В Красноярск вы все удивились, почему там такой большой спрос. Но тот риэлтор, который говорил про Красноярск, на самом деле подтвердил лишь ту информацию, которую, кстати, на прошлой неделе озвучивал и РБК. Они там тоже удивились на телеканале РБК. Ничего себе, а что это в Красноярске такой спрос? Ну да, вот такое бывает. Может быть, это такое декабрьское воспаление сознания у покупателя, что они решили во что бы то ни стало вложиться именно в строящуюся недвижимость. Именно в Красноярске. Но, тем не менее, я продолжаю настаивать, что именно рынок Москвы и Петербурга, рынок недвижимости этих двух городов является лакмусовой бумажкой о состоянии рынка недвижимости в целом и чего можно ожидать другим регионам в ближайшем будущем. Если падает спрос и цены вместе с ними в Петербурге и в Москве, это значит, что на рынке недвижимости Российской Федерации действительно наметился тренд на снижение. И уже сейчас мы можем видеть на графиках, в том числе и в Петербурге, некоторых застройщиков, о том, что цена предложения начала в их жилых комплексах снижаться. Вот давайте посмотрим несколько графиков. Обратимся за этим. Сбериндекс, как известно, Сбер выдает почти 50-55% всех ипотек и контролирует стоимость цен благодаря своему сайту Домклик. И вот мы видим, что динамика цен объявлений на первичном рынке в Санкт-Петербурге с января 2022 года по ноябрь 2022 года. В сентябре средняя цена была 256 898 рублей за квадрат. В октябре уже 251 741 рубль за квадрат. А в ноябре Сбер зафиксировал снижение цены предложения в Санкт-Петербурге на первичке от 236 471 рубль. Вот, пожалуйста, яркий пример. Снижение средней цены предложения от застройщиков на первичке в Петербурге. А это динамика цен объявлений на первичном рынке в среднем по России. И здесь мы видим, что тоже Сбербанк фиксирует снижение цены предложения среднего квадратного метра, начиная, ну, в среднем по России цена квадратного метра в сентябре была 126 778 рублей. Дальше мы видим, какая цена уже была в октябре по России. И далее мы видим снижение в ноябре до 122 453 рублей снижение цены квадратного метра в среднем по России. А это уже график того же Сбериндекса по динамике цен по фактическим сделкам на первичке в Санкт-Петербурге. И мы видим опять-таки плавное снижение цены, начиная с сентября 2022 года. Вот, пожалуйста, 214 661 рубль в сентябре, 212 500 рублей в октябре и 208 356 рублей в ноябре. Вот то, что нам показывает Петербург. Добавим на этот график еще и Москву. И мы видим, что и Москва, вот он верхний синий график, также идет по снижению. В Москве в сентябре средняя цена на первичке была 268 701 рубль за метр, в октябре уже 260 936 рублей, в сентябре 254 916 рублей за метр. Вот такое вот снижение конкретных цен. То есть снижаются цены не только цена предложения на первичке, но и цена реальной сделки также на первичке снижается в Москве и Петербурге. Добавим на график динамику цен по фактическим сделкам на первичке по всей России усредненно. Вот он у нас внизу рыженький. Ну и здесь мы видим, что по всей России в сентябре средняя цена сделки была 134 901 рубль за метр. Далее 134 465 рублей в октябре. И уже в ноябре мы видим 133 975 рублей за метр. Вот такова динамика реальных цен у нас на первичке Питер, Москва и вся Россия. Так что я в принципе ожидаю снижения цен и на первичке. Почему? Потому что на вторичке этот процесс уже идет полным ходом. В Петербурге на сегодняшний день цена в рекламе, то есть цена хотелки у многих продавцов снизилась до уровня января 2022 года. И это также отлично видно по графикам, которые публикуются в средствах массовой информации. А цена реальных сделок проходит уже на уровне ноября 2021 года. И если помните, я в сентябре говорил, что реальные сделки проходят на уровне в сентябре и в октябре проходили на уровне февраля 2022 года. И я говорил людям, давайте продавайте. Но те, кто меня не послушал и дожил до декабря 2022 года, сегодня будут вынуждены продавать по ценам ноября 2021. И если сейчас не согласиться на эту цену, то я могу сказать, что в феврале 2023 года, скорее всего, вы будете продавать уже по ценам сентября 2021 года. Давайте посмотрим, что же у нас публикуется сегодня и каковы падения цен в рекламе. Вот, пожалуйста, смотрим некоторые предложения. В сентябре у меня был обзор. Я показывал, какие квартиры по каким ценам продаются в Питере. И у нас была на продаже одна квартира. Вот, допустим, в Шушарах. Она была в этом доме, 600.11 серия. И я рассказывал о том, что на пике продавец решил ее в марте выставить по цене 6500. Потом, когда вернулись на продажу к сентябрю, мы уговорили его продавать уже эту квартиру за 5600. И мы ее продали тогда, в конце сентября, начале октября, по цене 5 550 000 рублей. И вот сейчас мы видим, что в этом же доме появилась еще одна квартира на продаже. Но обращу ваше внимание, теперь ее цена 5 200 000 рублей. Это середина декабря. То есть люди, смотрите по динамике, продают эту квартиру, начали продавать ее вместе с нами. Начинали с 5 800 000 рублей. Ну и постепенно свалились за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, ну за 3,5 месяца на сумму 5 200 000 рублей. Вот простой пример. Мы же продали эту квартиру за 5 550 в начале октября. Вот вам, пожалуйста, динамика цен на рынке недвижимости Петербурга, на вторичном рынке жилья. Думайте. Вот еще один вариант. Тогда же в сентябре в своем обзоре я показывал, что мы продаем на Пулковском шоссе однокомнатную квартиру 137 серии за 6 700 000 рублей. И в итоге у нас был найден покупатель. И мы ее продали в середине октября по цене 6 650 000 рублей. Теперь в этом же микрорайоне квартиры продаются, обращу внимание, такие же квартиры, как наша, за 6 миллионов рублей. И смотрите, люди с ноября, с 10 ноября пытались продать ее за 6 600 и динамично за месяц снизились до 6 миллионов рублей. Вы понимаете, что я вам говорю? Вот слушайте, пожалуйста, прислушивайтесь к моему мнению. То есть те люди, которые услышали меня и снизили свою стоимость продавцы в октябре, в сентябре до нужной цены, на сегодняшний день реально выиграли в среднем 10% от стоимости. Вот такая вот штука. А вот вам, пожалуйста, опять-таки в московском районе студию пытаются продать сейчас. Продают ее в новом доме, кстати, только что сдан за 5 миллионов 400. Посмотрите, динамика какая. Люди начали ее продавать 7 апреля 2022 года за 7,5 миллионов рублей. Сейчас уже упали на целых 2 ляма и до сих пор не продали. Я не знаю, о чем думают эти продавцы. Но прошу еще раз прислушаться к моему мнению. Если вы хотите продать на вторичке жилье, вы должны опережать тренд. То есть вы должны продавать не по той цене, по которой продают сейчас все, а по той цене, по которой все будут продавать через месяц. Моя логика проста. Если цены на рынке недвижимости, на вторичное жилье будут продолжать снижаться, и разрыв между ценой первички и вторички составит 15 и более процентов, то покупатель на первичке тоже дрогнет. Он перетечет на вторичный рынок, потому что там цены, даже при той ипотеке, безлиготной поддержки, которая есть, будут намного интереснее, чем цены на первички. Вот и весь расклад. Соответственно, продавцам, застройщикам своего первичного жилья останется так же идти в этом тренде. Они не смогут выдержать этой конкуренции со вторичным рынком недвижимости. Ну и теперь разберем вот этот вот индекс Роберта Шиллера, P-R. То есть, насколько показателен этот индекс, когда цену недвижимости делят на рентные платежи, которые можно получить при сдаче ее в наем или в аренду, кому как больше нравится. Существует, бытует такое мнение, что в среднем это отношение должно быть 10, максимум 15 единиц. Откуда Шиллер взял этот индекс? На самом деле он был получен эмпирическим путем. Изначально Шиллер занимался исследованием цен на фондовом рынке, цен на акции. И у него там есть свой индекс, вот как он выглядит. Аббревиатура CAPE расшифровывается как Cyclically Adjusted Price to Earnings, то есть циклически скорректированное отношение цены к прибыли. Формула аналогично популярному мультипликатору PE, соотношение цены к прибыли. Оба используются для оценки до разгивизны рынка или отдельной акции. Разница в том, что PE берет в расчет только годовую прибыль компании, и это может исказить картину. Например, если цена акций неожиданно взлетела или у корпораций резко упала прибыль. А вот этот вот CAPE рассчитывает коэффициент таким образом, что берутся показатели компании за 10-летний период, что позволяет сгладить колебания корпоративной прибыли в разные периоды деловой активности. Ну вот за этот новый подход Роберт Шиллер и получил свою Нобелевскую премию. В середине 80-х Шиллер решил поэкспериментировать над формулой PE и на рынке недвижимости, заменил знаменатель, то есть E, то есть прибыль, на R, то есть рентный доход, и экспериментальным путем выявил формулу, что в среднем соотношение так называемой цены объекта недвижимости к эмурентному доходу должна не выбиваться из соотношения 10-15 единиц. Он считал, что если показатель менее 10 единиц, то цена объекта недооценена, а если более 15 единиц, то объект имеет слишком высокую цифру, цену, и, соответственно, можно говорить о надувании пузыря, ценового пузыря на рынке недвижимости. В начале 2000-х Шиллер написал книгу «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками», где в первом издании совсем не было ничего про рынок недвижимости, и только потом, в последние три издания, Шиллер включил обзор и рынка недвижимости Соединенных Штатов. Собственно говоря, после этого формула отношения цены к рентным платежам и стала популярной пузыркой этого, никто таким образом рынок недвижимости не измерял. Применим данную формулу, к примеру, к недвижимости Петербурга. Возьмем за основу популярные однокомнатные квартиры, средняя цена, которая на сегодняшний день в Петербурге составляет примерно 6,784,000 рублей, и ежегодный доход, который она генерирует в размере 315,000 рублей. Разделим цену на рентный доход и получим коэффициент в размере 21,5 единиц. Сейчас очевидно, что если брать за основу формулу Шиллера, где максимальная разница должна быть 15 единиц, мы видим, что на целых 6,5 единиц цены на рынке недвижимости Петербурга на однушки выше. Давайте посмотрим, а какова же должна быть в таком случае величина аренды по формуле по максимальной цифре в 15 единиц. И вот тут мы стоим перед дилеммой. А что нам сделать? Подтянуть уровень рентных платежей или снизить цену объекта недвижимости. Давайте вначале посмотрим, какой с точки зрения формулы Шиллера должна быть справедливая цена аренды, чтобы цена квартиры 6,784,000 рублей не казалась нам пузырем. Получается, что если вдруг арендные платежи по этой квартире вырастут до 452,266 рублей в год, что составляет 37,688,000 рублей в месяц, то тогда получается, что цена объекта за 6,784,000 рублей будет справедливой. И теперь, если мы оставим годовой доход в 315,000 рублей, то разница в 15 единиц, применим эту наивысшую, так скажем, планку по формуле Шиллера, мы видим, что в таком случае цена квартиры, справедливая цена квартиры, должна быть 4,725,000 рублей. Такая цена на однокомнатные квартиры в Петербурге была в феврале 2019 года. И тогда же, в феврале 2019 года, однушки сдавались в Петербурге в среднем за 22,000 рублей в месяц или 260,000 рублей в год. И если мы по формуле Шиллера теперь квартиру стоимости 4,725,000 рублей разделим на годовой доход 264,000 рублей, мы увидим, что соотношение будет 17,9. То есть по формуле Шиллера все равно получается пузырь. В общем, я думаю, что, конечно, эту формулу можно использовать для того, чтобы глядеть, насколько улетает цена на недвижимость выше в отношении к годовому доходу. Но с точки зрения ведь инвестора, это очень хорошо, правда? Ты вложил мало, а получаешь много. Это плохо с точки зрения будущего покупателя. В общем, формула, на мой взгляд, для рынка Российской Федерации в данный момент малоприменима. Ну, либо применима с оговорками. Ну да, не забываем подписываться на мой телеграм-канал «Щегельские недвижимости без сиропа». Ссылка на этот канал есть под видео, которое вы сейчас смотрите на YouTube. И, соответственно, я здесь на своем телеграм-канале намного чаще публикую всякие интересные материалы, чем у меня доходят руки, естественно, записывать видео. Спасибо. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. Не надо считать меня человеком, который во что бы то ни стало хочет угробить рынок недвижимости, типа я все время топлю за снижение цен. Я просто считаю, что действительно, те цены, которые мы на сегодняшний день имеем, являются пузырем. Они появились на пустом месте. Те цены, которые мы видим сегодня, мы должны были увидеть где-нибудь в году 2027. Но жизнь опередила события и на пустом месте, на вертолетных деньгах в 2020-2021 годах, конечно же, цены поперли вверх. Хотя мы понимаем, что экономической подоплеки для этого нет. Экономика Российской Федерации не развивается такими темпами, чтобы доходы населения росли такими же темпами, чтобы люди могли приобретать недвижимость и тем самым увеличивать стоимость. Мы видим, что люди покупают недвижимость за счет заемных средств. То есть у нормального человека уже не хватает денег даже для того, чтобы наскрести на первоначальный взнос. Отсюда столько всяких квази-программ, во всяком случае у застройщиков, когда даже без первоначального взноса вот только влезь в ипотеку, возьми, купи и покупай. Вот в чем дело. Конечно же, я считаю, что рынок недвижимости является фундаментальным. Он жил, жив и будет жить. Но на сегодняшний день, чтобы рынку недвижимости оздоровиться, цены на недвижимость действительно нужно откатиться немножко назад. Вот и все. Пузырь нужно подздуть. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Вы знаете, что мы всегда спорим. В основном я спорю только с адекватными комментариями. Троллинг и хейтинг я игнорирую. Уж извините, потому что мне это дело надоело. Ну вот. А пока. Всем пока. Без сиропа.